Здравствуйте, ребята, меня зовут Алексей. Продолжаю проходить Брудвар. Дело в том, что в прошлой миссии мы делали выбор, уничтожать ядерные боеголовки, либо лаборатории. И следующая миссия разделилась на две части. То есть в одной мы будем противостоять ядеркам, а в другой будем противостоять батликам. В принципе, я предлагаю пройти обе эти карты. Ну что, ребят, поехали! Капитан, адмирал Дюгай назначил последнее тактическое совещание перед началом осады Августграда. Связь установлена. А, капитан, мы вас ждали. Как вы догадываетесь, мы собрались, чтобы обсудить последние детали перед решающей атакой. Несмотря на то, что Менгск остался без подкрепления, он все еще располагает значительными силами. Августград — самый укрепленный город во всем секторе Доминиона. А сам Император — опытный тактик. Так что вам следует быть готовым к любым сюрпризам. Мы вывели из строя крейсеры Менгска. Но в его распоряжении остался внушительный ядерный арсенал, которым он не применит воспользоваться. Укрепите оборону на ваших базах и следите за появлением вражеских призраков. Пожалуй, это все, капитан. Удачи вам и берегите себя. Надеюсь, уже к вечеру этого дня от Доминиона тиранов останутся только воспоминания. По заданию нам нужно уничтожить главный командный центр Менска. Но, как мы все знаем по истории, значит, что-то пойдет не так, и он все-таки выживет. Так, ну пока вроде все хорошо. Давайте сразу газ запилим. Ух, ничего себе нам тут базу с вами дают. Какие-то аванпосты. Тут тоже. Хорош. Да ладно. сейчас походу мой вазу-то покромсают ахаха черт возьми вали отсюда жесть ни хера себе чё происходит так он сейчас сюда ко мне притопает блин ну это жесть какая-то так создаем побольше рабочих так хочу делать то я не смогу спалить инвиз они же там под инвизом удерживайте позицию о нихера ся не слушайте неплохо подкрепление насыпало это куда суда что ли да ладно вали-вали-вали-вали-вали жесть блин от моей базы рожки-доножки остались вот это по хардкору да так все хорошо начиналось да блин по хардкору ну ладно вали отсюда так значит дали немножко мариков дали немножко рабочих блин а я уже так обрадовался такая хорошая база большая я не знаю давайте десантные корабли сольем да чтоб лимит не занимали вот эта база собственно менска которую нужно уничтожить допустим а подождите какой сольем давайте полетаем откроем карту ну это вообще конечно по хардкору а так все хорошо начиналось и жах меня жах не давайте все таки лучше починим потому что не хочется чтобы мне цц сгорела ты чинишь вообще нет чем ты занимаешься вроде чинит хорош никакой просто анимации ну что ж похуже опять придется держать круговую оборону меня уже это круговая оборона реально достала вали но что поделаешь тут еще вторая база круто а кстати я вот замечаю такую особенность то что бруд варс намного сложнее чем а просто starcraft а блин нам же надо эти сэплая построить и думаю что то не так что-то пошло не так еще даже в комментариях чувак писал типа воу-воу-воу лёха сделай посложнее игру ты чё на легкой сложности играешь тут нету в первом старкрафте сложности да но вот бруд вар именно он какой-то реально тяжкий то есть самых первых миссий дает понять что шутки кончились да тут все будет по хардкору держитесь держитесь а кого удержаться то там никого нет ни хера блин хорош ни хера тут хорошая такая вторая база мы обязательно и захватим но чуть позже так ну что все вроде построили до сыплайчик и готовы что дальше делаем ну давайте казарму запилим не знаю короче надо как можно скорее выходить в научные суда а вообще палить все эти инвизные темы потому что не хочется повторения вот этих ядерных боеголовок на мою базу а то устроили мне какую-то хиросиму блин так а что делаем то бар бар барах но пока казарма не построились мы че собственно ничего и толком не сделаем давайте может инженер куда запилим потому что грей дочки это дело хорошее сделаем атаку мариком в любом случае будем делать бункера сажать туда мариков для защиты да что касается чем пойдем в атаку да пока я точно не знаю посмотрим если батлы если что можно батлов сделать в общем так или иначе пока рано рассуждать потому что еще не знаю характер обороны противника на посканить посмотреть что там у него есть чего там нету болин да я не знаю даже давайте их сольем реально уже чтобы лимит не занимали сразу запилим факту первая атака пошла так идите добывайте да ну ох нихера себе там похоже пв очень много так что я не знаю прокатит тема с батлами или нет в любом случае может танка батлы сделать да такой билд и танки и батлы всего понемножку так подождите я же факту точно помню что заказывал где факта моя а кто тут у меня отлынивает от работы я же факту заказывал я буду строгим начальником ахаха начальника не ругайся проблема в том что я даже пво не могу построить для того чтобы просвечивать гостов потому что у гостов радиус атаки намного больше то есть мои пво это знаете мертвого при парке давайте еще сверху захерачим то есть тут получается три прохода есть еще больше соплаев больше рабочих академку надо обязательно построить йента очень важно или здесь сразу заказать да чтобы вот этот проход перекрыть просто я еще вторую хочу базу потом поставить давайте здесь сразу закажем правда они там по верху могут пойти но в общем сейчас рискну получится не получится так эти ребята готовы идите наверх ребят по-бырому просто в этих в научные суда выходим по-бырому потому что не хочется повторения того что у меня здесь было ну давай соплю строй хорош погнали танки а блин все как дорого еще потом придется потратить кучу газа на научные суда я вот просто думаю когда мне уже захватывать его вторую раньше это сделать или чуть позже просто я очкую реально очкую так хорош почти построился ага сразу заказываем лабу как только будет резь окажется идите добывайте танки первые пошли это хорошо максимально быстро ребят строим лабу потому что без лабы мы не можем заказывать а научные суда делаем пристройку ну что пока вроде все идет хорошо да главное не сглазить потому что такая атака была жесткая что это просто капец улучшение говоришь завершено хорошо академку надо построить кстати меня чувак спрашивал ну я ему ответил уже в комментариях там здание когда заходишь в академку там такой парень кричит или ученый какой-то он говорит чувак кто это кричит-то громко о хорош танки сиджем ёптю так давайте здесь лабу потому что она нужна для батлов вот-вот несколько научных суден сразу построим потому что нам надо и там и сям короче рез у меня быстро закончились но это жесть ладно ладно и ладно ребят держимся держимся пока пока все хорошо самое главное чтобы научные суда быстрее построились потому что ну блин ядерки это такое проблема в том что я даже не знаю сколько танков на оборону строить я думаю что под два танка до на каждую сторону хватит и надо уже захватывать вторую базу как-то потому что болен как-то по резам все очень печально по резам все очень плохо меня зовут алёха старая шутка уже да вот-вот давайте примерно сюда у него радиус достаточно хороший сильно вперед его тоже просовывать не нужно иначе ему сделают вася а та та погнали наверх тут застроим больше танков больше танков не построй кстати академия блин вот я прошлый эпизод по-моему да все горел академия на построить академию в итоге там построил ее под конец только о тихо-тихо движуха движуха началась ага отбились движуха началась так строим нормально нормально рвечь а мы захватим вторую базу будет все хорошо как там как поднять бабла да два нексуса и три гейта давай сюда вниз может его как-то сверху повесить просто его могут вырубить до тут же гост поэтому как-то немножко опасаюсь заказываем больше танков больше чтобы было чтобы никакая скотина тут не прошла мне на базу ну что давайте сразу цц закажем поближе к газу так что там о тихо обнаружен запуск ядерной ракеты тихо это где я вас слушаю приступаю да где ёпту ах ты сука ах ты сучара а короче подбежал вот так вот безнаказанно надо срочно ввести научное судно наверх и главное знал да знал что там нет научного судна именно сюда атаковал чертяга чё творит вот о чем я говорил да у меня здесь стояла пвошка она не палила она и не будет палить потому что у него радиус атаки намного выше так что такое себе занятие эти пвошки строить ну что давайте закажем наверное рабочих на вторую сразу хотя стоп на пристройку сделать пусть пока энергия копится сможем палить противника заказываем вторую атаку на мариков заказываем больше танков блин вот скотобаза то чухнул так чухнул но в принципе небольшие конечно потери но мало приятного сейчас давайте еще туда один там заказываем больше рабочих нужно срочно научное судно наверх отправить ну что вроде пока все идет хорошо да ребят у нас есть две базы пока еще слабенькая оборона но тем не менее пока вроде держимся ну что ж иди сюда что еще нужно нужно как можно больше старпортов построить сейчас мы экономику уже раскачаем да и уже потом будем клепать непосредственно battle of так ксм-ки строятся а кстати здесь тоже можем эту херобору заказать да пусть она палит противника это очень удобная штука потому что мы можем потом полить какие-то инвизы да то есть если где-то мы гаста не спалим то воспользуемся этой штуковиной так значит давайте рабочего заберем а надо уже строить да на строить старпорты по идее также еще арморе на построить потому что мне до сих пор не делаются грайды на мех я имею ввиду давайте зафигачи марморе мы будем и на танки делать и на батлы да все пригодится в хозяйстве пока вроде все идет хорошо блин ну я реально переживаю потому что не дай бог я где-то ядерку пропущу дима то блин здесь яма то такое уныло это надо каждого этого батлика выделять я наверно яма то вообще делать не буду в принципе battle и сильные там может через атаку точно забыл про этот грейд дальность атаки мариков battle и сильные то есть можно просто через атаку и впустить и все они там все почухают так готова говоришь да так арморе еще строится ну что сейчас будем потихоньку клепать батлов делать грейд очки давайте наверное все таки две арморе построим так чтобы это было быстрее закажем танков тоже и вообще по-хорошему 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 насыплайф больше построить мы сейчас их до упора наверно построим да ребят сыплайчики так ну что ж заказываем первых батлов по газу конечно все очень печально но так или иначе у нас уже есть две базы всяко будет полегче чем когда мы клепали с одной чисто тут еще грейды а придется делать тоже порезом не все хорошо будет ну какое-то время конечно но все равно но все равно неприятно так иди значит добывай хотя нет давайте мы здесь оставим потому что может где-то что-то починить придется пусть он лучше остается я уже рифку и заговорил может починить придется пусть он здесь остается тут пока вроде все хорошо у чё-то переживаю давайте лучше пвошку построим может какие-то залеты с воздуха будут да где ж эта тварь то все никак попасть не могу но пока все хорошо пока все идет по плану да по нашему задуманному ща мы там батлами танками наломимся ему дадим просраться этому менску чертову да просто в другом а чем это все закончится потому что менск-то свалит в итоге то есть наш план то провалится только во второй части его можно будет убить да кстати вот про армеры спрашивал человек такой я сделал исследование да есть такое давай стройся плачек ты вот здесь ну что танки строятся это хорошо закажем еще больше блин по газу так все печально то а что ж такое то что ж так все печально по газу вроде две газилки может у тиранов одолжить еще одну базу кстати давайте посмотрим что там у нас есть что там у нас есть и чего у нас там нету ни хера тут все заминировано ну да здесь а с воздуха атаковать очень палево то есть все равно придется использовать танки то есть такое большое расстояние батлами пролететь но я не знаю если двумя пачками батлов разве что то есть я думаю что проще использовать и танки и батлы так она надежнее будет что прикажете кэп строй побольше соплайчиков да ну нахер ничего ничего сейчас у нас грейды пойдут он так уже в наглую раскладываться не будет да и так в принципе неплохо справляемся да все равно вот на парочку рабочих держать на починке да то есть если какие-то забеги залетания у него будут мы можем оперативно все починить так ну что ж танков становится все больше и больше я даже не знаю сколько их строить давайте еще один закажем в принципе целую пачку танков строить нет смысла да вот батлов да батлы нужны побольше угу газ говорит гони мариками что ли тебя поразвлекать там можно просто мину еще деактивировать мариками это жесть где моя гуманность я не знаю так посыплаем значит ну почти мы дошли до лимита да осталось еще немножко сэплаев построить давайте немножко попалим дальше здесь есть да ладно да хорош да ты шутишь вот же 50 ты говоришь недостаточно потом пойдем в атаку надо конечно ману приберечь потому что где-то надо будет оперативно подсветить слушайте вот здесь проход налево такой неплохой в принципе да то есть можно зайти сюда не знаю пойти налево потому что здесь не так много пво танками все расхерачить ничего ничего сейчас мы справимся когда конечно пачка батлов будет или сейчас пойти что ли его понапрягать просто я переживаю можем где-нибудь отлететь на ровном месте так значит здесь все хорошо а что по батлам пол пачки реально что ли выйти да давайте ребята реально рискнем конечно просто заманалась уже на базе сидеть эти танки оставляю да ну нахер а куда он пусканул то недостаточно энергии недостаточно энергии ах ты сука так у меня же висела научное судно какого черта или он сбоку вот так зашел короче короче ребят восстанавливаемся ничего ничего сейчас моего рогата пообломаем а то крутой такой да значит ща мы тебя почухаем так а впереди что-нибудь есть интересное тут вроде не должно быть противников ага все понял продвигаемся дальше потолы нужен на всякий случай для прикрытия ща мы его жахнем ее забираем батлы забираем танк сейчас он быстро забудет про мою базу потому что у него будут совсем другие занятия сейчас он будет думать о том как сдержать мою атаку введу прием на всех частотах укажите с радостью вот у нас столько танков что мне кажется что он даже добежать не сможешь до нас хе-хе-хе неудачник так что там у нас дальше по грейдам а бры-бры-бры делаем да все подряд делаем на самом деле этих рабочих можно забрать отправить на добычу только на вторую базу ну что вроде отковырялись да ага только вот давайте еще газилку починим и у вас все будет хорошо пока вроде все идет неплохо кстати там же еще мины по моему впереди но мины можно подсветить и уничтожить издалека в принципе ни хера себе тут мин не добегает добегает чертяга вроде казалось бы пол пачки танков но все равно забегает но они достаточно шустрые поэтому в принципе не стоит удивляться так ну что давайте немного продвигаться уже пока вроде справляемся самое главное здесь не торопиться спешка здесь очень плохой союзник значит давайте еще танков закажем я думаю что сверху больше он атаковать не будет потому что мне кажется что он как-то сбоку вот здесь заехал до просветил у него радиус достаточно большой так ну что куда двигать говоришь пойдем вперед куда ты куда ты не знаю правда зачем я суда мариков еще послал ну может еще пригодятся хорош мы уже почти пол карты проехали по идее но тут главная база так что здесь оборона очень хорошая так что там у нас по батлам заказываем значит еще батликов с танками я думаю хватит уже да сильно много их тоже строить нет смысла так ну чё проходим вперед я правда видите рискую потому что я все танки складываю так делать нельзя но здесь такой достаточно узкий проход ой-ой-ой-ой я думал что уже попрощаюсь с танком не торопись следую будет сделано так неплохо мы тут почухали а значит что делаем дальше приказывайте аккуратно пролетаем Ну что, давайте еще раз попробуем так проехать. Нам самое главное здесь закрепиться. Да ты задрал меня со своими ядерками. Где он там херачит-то? А где ядерка-то? Странно. Ну сейчас мы скоро узнаем, где он ядерку запустил. Тут гастов вообще просто как собак нерезанных очень много. Так, что там у нас? Пока вроде все хорошо. Давайте батлов только заберем. Блин, самое главное, чтобы он мне вот здесь войска не почукал своими ядерками. А он тут научным судном летает, получается, сжигает ману батлов моих. Но мне это пофигу, у меня нет Ямато. Так, пока вроде все хорошо. Давайте продвигаться. Мы сейчас здесь закрепимся, будет вообще все. Уася, хорошо. Так, что там по батлам? Хорош, уже целая пачка. Аккуратно проходим вперед. Так, что там у тебя? По кому они стреляют, хер поймешь. Ну, мы через левую сторону пойдем, потому что там не так уж много ПВО обороны. Самое главное, чтобы он ядерку сюда не пустил, потому что это будет просто эпик фейл. Если я сломаю ядерку, я отдам все войска. Так, значит, заказываем больше батликов. Тут вроде все спокойно. Куда ядерку пускал, хер знает. Может, он пустил, да? И тут же умер. Из-за моих танков там еще что-нибудь. Проходим, проходим. Сейчас можно мариками просто просветить, да? Посмотреть, что там есть. Марики, вы меня простите, конечно, но... Такова ваша участь. Ага, ага. Гасты здесь, значит, да? Значит, немного ПВО. Хорошо. Сейчас пока беспалево пройдем вперед. Пока вроде все хорошо. Самое главное не пропустить гастов, которые могут сюда подойти. Гасты создают двойную проблему. То, что они могут деактивировать войска, и то, что они могут ядерку пустить. Но пока вроде все хорошо. Пока держимся. Так, надо чуть вперед пройти. Может показаться, что я излишне драматизирую, да? И тут не так уж и много обороны у противника, но лучше перебдеть. Потому что на ровном месте отдавать лимит не хочется. Так, иди-ка сюда, моя хорошая. Устанавливается. Устанавливается. Приступаю. Так, Эм. Покатили. Во. Тут уже оборона получше. Укажи цель. Проходим вперед. Вот сука, только свернул, сразу гасты пришли. На ровном месте несколько танков отдал. Вот что, значит, поторопился. Так, на базе все больше и больше крейсеров строится. Значит, уже минералы добавили. Давайте их отправим на вторую. Я реально напряженный. Я даже не знаю. Тут столько трэша и столько экшена, потому что можно пропустить какое-нибудь забегание там, не знаю, тех же гастов. Это будет все очень печально. Не-не-не-не, ребята, вы че? Не торопись. Следую к цели. Не торопись. Следую к цели. Будет сделано. Создай курс. Угу. Добрый день, клади. Немножко потрепало меня, конечно. Я теперь даже боюсь танки сворачивать, потому что тут такие атаки постоянные. Или уже пролететь на пофиг, как думаете. Да опасно, опасно, ребят. Экипаж на связи. Не торопись. Как-то немножко, мне кажется, что опасно. Ладно, давайте вот так сделаем. Ну, конечно, там куча гастов. Да, нормально, сейчас у меня батлов покоцает. Мне кажется, те батлы, которые остались сверху, они уже не жильцы. Жесть, что происходит. Чувак, откуда у тебя столько войск, а? Скажи, пожалуйста. Не, ну вроде закрепились, но с другой стороны, это, конечно, мертвому припарке столько войск отдал. Ну что, ребят, может попробуем наломиться, да? Как думаете? Просто я боюсь, что там гасты могут деактивировать моих батлов, да? И все будет очень печально. Ну-ка. Давайте сделаем так. Давайте заберем этих батлов с базы. И уже с помощью них уже потом полетим напрямик. Там, в принципе, немного уже осталось, да, пролететь. Тут такая себе ПВО-оборона. В принципе, если пачка батлов вот так вот в наглую, да? Ни хера у тебя тут ЦЦ. Ты что там стреляешь? Я слышу, стреляет по полпачки батлов. Я, конечно, сильно рискую то, что пытаюсь на шару пролететь. Но посмотрим, получится или нет. Так, давайте сделаем следующим образом. Вот эти батлы будут у нас отвлекающие. Так, закажем сразу новых, да? На всякий случай. И закажем еще танков. Тут тоже атаки постоянные. Ни хера себе. Так, ты что мне там шурудишь-то, а? Гостяра. Позорный. Значит, этих батлов используем в качестве отвлекающего маневра. Просто пролетают вперед. Не знаю, надеюсь, хватит мне батлов, чтобы убить его. Госты еще наяривают здесь постоянно. Обходим. Да, ПВОши, конечно, у него тут очень много. Просто пролетаем, ребят, просто пролетаем. Реально очень переживаю. Ну, мы уже почти подобрались к его базе. Сейчас ты у меня сгоришь, тварь. Ваши места, атаку. Ай-е-е, это было жесть. Света, сканеры обнаружили флагман Доминиона на РА-3 на низкой орбите. Вероятно, император Менгск пытается спастись бегством. Получено новое сообщение. Говорит Артур Менгск, император Доминиона-Терран. Соедините меня с вашим главнокомандующим. Так, неуловимый Артур Менгкс. Наконец, я надеюсь, что мы сможем переговорить для того, как все закончится. Я, адмирал Жарал Дуган. Должен признать, вам достаточно долго удавалось сдерживать нас. Вы в самом деле достойный противник. Благодарю, сэр. Но имейте в виду, что эта победа ничего не изменит. Мне потребовалось время, чтобы свергнуть конфедерацию. Но я это сделал. Ваш режим постигнет та же участь. Это крайне маловероятно, сэр. Поскольку и вас, и всех ваших офицеров высшего звена ждет публичная карьера. Вы не посмеете. Это говорит самопровозглашенный император. Боюсь, гражданин Нэмпсон. На этот раз репутация вас не спасет. Капитан, приготовьтесь взять императора под стражу. Извиняйте, джентльмены, но придется вам повременить. Капитан, мирорадом только что показался Гиперион, флагман мятежников. Его сопровождает небольшой флот протасов. Что? Только этого нам не хватало. Зим Рейнер, какого черта ты здесь делаешь? Спасаю твою задницу, Арктур. Так что заткнись и сиди тихо. Мы с тобой еще сочтемся, но пока что ты нужен живым кое-кому из наших общих знакомых. Готовь свои корабли к прыжку в гиперпространство. Ой, дурила, он его спас. Это ни в какие ворота не лезет. Они сбежали у нас прямо из-под носа. Выследите их. Немедленно. Подождите, я одного не понял. А кому он нужен-то, Менск, я имею ввиду? Зачем он его спас? То есть, получается, здесь он еще не воюет пока с Менском, да? Так, подождите, Королева Клинков уже есть. Значит, собственно, Сару уже предали. Ничего не понимаю, как это вообще коллерируется. То есть, Королева Клинков есть. Значит, Сару предали. Значит, он уже должен воевать против Менска. А зачем он его спас тогда? Не понял. Ну, хорошо, хорошо. Давайте допустим то, что он, да, воюет против Менска, но спас его для чего-то. А для чего? Вот он говорит, что кому-то там ты нужен, да? Кому? Королеве Клинков, да? Чтобы она его лично убила? Не совсем это понимаю. Думаю, что в ближайших миссиях мы все-таки выясним, чем же эта вся Санта-Барбара закончится. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Подписывайтесь на канал. Большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok